Как говорил Ницше, падающего толкни. Путин падает. Вот объективно он падает в глазах всего мирового сообщества. Падает он по понятной причине. Для всего мира его власть это только, единственная и исключительно нефтедоллары. Падает нефтедоллар, падает нефтерубль, точнее доллар растет, потому что доллар не нефтедоллар, а просто доллар. А нефтерубль падает. Ну, соответственно, падает для всего мира капитализация Путина. Падает экономическая капитализация России, падает политическая капитализация Путина. Но это же надо во что-то конвертировать. Вот объективно положение Путина стало хуже. Объективно влияние Путина стало меньше. Объективно возможности России уменьшились. Но это объективно. Это надо во что-то конвертировать. Превратить это падающее экономическое влияние в политическое поражение. В конкретное политическое и пиаровское поражение. И вот, может быть, таким образом, опять же, не по чьему-то плану. Вот сидит человек и придумал такой план. А просто объективно. Это происходит вот эта конвертация. Конвертация падающего экономического влияния в падающее политическое и пиаровское влияние. К этому надо добавить, что, насколько я понимаю, Путин очень популярен на Западе. Был, во всяком случае. И популярность его связана не с действиями Путина, а просто с тем, что в нем многие на Западе видели альтернативу западному эстеблишменту. Альтернативу западной системе. В детали никто не вникает, что Путин делает, как он поступает. Но вот есть такой человек, который альтернативен Западу. Как, собственно говоря, всегда Россия была более или менее альтернативна Западу. Это всегда популярно, всегда вызывает определенную поддержку. Ну вот. А сейчас происходит сеанс разоблачение черной магии. Путинские роскошные платья превращаются в ничто, в пустоту. Путинские рубли превращаются в фантики. А из спичечной коробки вылетает пчела. Вот эта компания личных разоблачений Путина, она должна работать на разоблачение вот этой российской черной магии. Должна в ясной, простой, понятной для каждого обывателя форме показать, там ничего нет. Есть длинный набор уголовных преступлений, есть длинный набор тех или иных глупостей, а больше ничего нет. Сработает эта компания, не сработает. Покажет она это или не покажет, это судить трудно. Но если данная компания не сработает, то будет следующая компания и так далее, и так далее. Это объективный закон. Поскольку российское влияние, очевидно, уменьшается, просто еще раз повторяю, потому что уменьшаются объективные экономические возможности России и будет уменьшаться политическое влияние России, то следовательно, параллельно будут нарастать контр действия, разоблачения, наезды и так далее. Это не персональный заговор, вышедший из чьей-то головы. Это просто объективная смена ветра. Вот земля стала вращаться в другую сторону, и в ходе этого вращения российский карточный домик так или иначе будет обрушиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова